Милагрос окончательно порывает с Хосе Антонио Милагрос может оспорить завещание, если Лукреция станет его женой Милагрос первый раз целует Мартина Америка Продуксионос представляет Производство Хосе Энрико Крусилия Соня Смит и Роберто Матеос В телесериале Милагрос По роману Делия Фиала Автор сценария Жованна Пьерона и Энрико Монкло В ролях Хуан Виталий Уга Кассианси Роберто Вандер Ивон Фросинет Альберто Изолла А также Регина Альковер Ринальдо Аренас Мирна Бракамонте И Другие Костюмы Хосе Гевара Художник Гильермо Исса Композитор Корхе Таффа Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Аугуста Томайо Милагрос Ты себе не представляешь, как я счастлив Что это значит? Ты любишь меня? Почему ты меня поцеловала? Не знаю Просто захотелось Мне нужно было это сделать и знать Знать что? Что я к тебе чувствую Сегодня днем в мистрале Хосе Антонио зашел к Сандре И мы говорили Все, что ты сказал, было правдой Он хотел отомстить Деля Торо И мне тоже Теперь я уверена, Мартин, что должна его забыть Забыть его Со мной? Ты мне говоришь Что любишь меня? Что ты в меня влюблена? Что ты в меня влюблена? Ну Нет Но я хочу полюбить тебя Мне бы правда хотелось Я очень хорошо с нежностью отношусь к тебе Я тебе доверяю Ты хороший человек Что я должен сделать, чтобы ты действительно меня полюбила? Ничего Будь собой и имей немного терпения Знаешь Мне грустно Мне очень грустно и больно В таком состоянии невозможно влюбиться Мне бы хотелось встречаться с тобой, узнать тебя лучше Мне нужно время Да, конечно Как ты захочешь Только... Только я тебя прошу об одном О чем? Пообещай мне, что никогда больше Не будешь встречаться с Хосе Антонио Я тебе обещаю, Сандра, что с сегодняшнего дня ты узнаешь нового Хосе Антонио Ты мне таким нравишься Да, но я не хочу, чтобы из-за меня страдали, мучились Что это значит? Что я хочу жить дальше Я хочу быть счастливым человеком И хочу сделать счастливой тебя Я уже счастлива Еще счастливее Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Чего бы тебе хотелось? Ты действительно должна идти, любовь моя Ты не хочешь остаться? Не хочешь провести со мной всю ночь? Мне бы очень хотелось Но не хочу иметь проблем в доме из-за этого Это мне нравится Тайные любовные связи Любовные связи? Ну ладно, наша тайная любовная связь Осторожно, Бенита Попробуй, извини мне Послушай, любимая Я не такой, как Челсо Для меня важно качество, а не количество Кроме того, ты обращаешься со мной как с принцем Ты и есть мой принц Именно, моя таинственная принцесса До завтра До завтра Эдерита Ты не могла бы сделать то, что я попрошу? Говори Принеси мне чего-нибудь вкусненького, любовь моя У меня волчий аппетит А если я так выйду, я простужусь Ты ненасытен Это все ты, любовь моя Хорошо иметь прислугу Я тебе дам все, что не смог дать тебе твой муж Ты знаешь, чего мне хочется Но я также хорошо знаю, чего хочу я Чего бы тебе больше всего хотелось в жизни? Женщину Итак Выпьем за меня И за Мистраль А это для кого? Кажется, все уже поели Для меня А не для Бенито? Ай Ты что думаешь, я буду относить ему в комнату еду? Да, я так думаю Мне кажется, что вы с Бенито Послушай, Маргарита Не суй нос в мою личную жизнь Теодора Неужели это ты говоришь? Ты же сама постоянно лезешь в дела других Извини Ты мне так и не сказала, как сделать тебя счастливой Будь сам счастлив Будь в хорошем настроении, вот как сейчас А еще что? Давай жить вместе Как Да Я еще раз поговорю с Бланкой Ты мне обещаешь? Обещаю Я ничего не буду тебе обещать, если это связано с Хосе Антонио Но я уже говорила, что он нашел из моей жизни Я не хочу его больше видеть Ты не представляешь, как я счастлив это слышать Я думал, что несмотря ни на что, вы с Хосе Антонио Пожалуйста Не будем больше о нем, хорошо? Хорошо Ну, ладно Мне нужно идти Нет, Мартин Пожалуйста Я еще не готова Извини Просто Я тебя люблю и дал волю чувствам Я уже сказала Ты должен иметь немного терпения Я буду ждать столько Сколько потребуется Спасибо Спасибо Хорошо Я пойду Извини Фернандо Фернандо, это уже слишком Ты весь вечер кокетничаешь с Гринго Со мной? Послушай, а я и не заметил Неужели? Ты что думаешь, я слепая? Нет, эти улыбочки Тебе почудилось, ты слишком много выпила Я бы на твоем месте приняла душ и легла в постельку, дорогуша Отличная идея Если хочешь, я пойду с тобой Хочешь? Нет, нет, спасибо Но думаю, что вы правы Потому что у меня уже кружится голова Еще бы, ты же выпила одна всю бутылку Ты абсолютно пьяна, посмотри на себя Послушай, с лестницей что-то не то Осторожно Это хорошо, крошка? Мы одни Правда Я вижу, ты очень наблюдателен И это не единственное мое достоинство Может, ты мне в другой раз продемонстрируешь остальные? Зачем ждать? Ты же умрешь от любопытства Я тебя и так насквозь вижу Пока Пока? Как это пока? Я тебе что, не понравился? Ты красив, но слишком прост для меня Слушай, ты мне строила глазки весь вечер Я думал, что ты чего-то хочешь от меня, разве нет? Я тебе скажу, если захочу, не волнуйся Пока, красавчик Подожди, подожди, что это значит? Что значит пока? Пока, любовь моя До завтра До завтра Ты не можешь простить, что я дочь Рафаэля Даля Торо? Что ж, я последую твоему примеру Теперь и для меня это важно Уходи Уходи Теперь я уверена, что больше не хочу тебя видеть Не хочу Уходи Был Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Привет, сынок. О чем думаешь? Я тебя ждал к завтраку. Ты выглядишь счастливой. Думаю, у нас с Милагрос все получится, мама. Я ее люблю, очень люблю. Мне кажется, правильно, что ты решила забыть Хосе Антонио. Теперь ты должна молиться Господу, чтобы вы с Мартином были счастливы, Милагрос. Господь подумает, что я сумасшедшая. Сначала я его просила, чтобы он меня соединил с Хосе Антонио, а теперь... Он тебе даст все, чего ты не попросишь. Попроси его за вас двоих, чтобы между вами все было хорошо. Он тебя поймет, Милагрос. Доброе утро. Доброе утро. Откуда цветы? Они от доктора Мартина Беллида. Тебя ищет доктор Герардо. Хорошо. Скажи ему, что я сейчас спущусь. Они встречаются? Почти. Пожелай мне удачи. Удачи, любовь моя. Идешь к Коке? Я встречаюсь с Микки. Сегодня запись. Проведи ночь с Микки. Ты не представляешь, как я волнуюсь. Даже не знаю, что должна делать. Ты не должна проводить ночь с Микки. Это главное. Даже не шути так. Увидимся. Пока, любовь моя. Удачи, удачи. Спасибо. Удачи. Ревнуешь? Я ревную? Ничего подобного. Скажи, где ты была всю ночь? Я не слышал, когда ты пришла. Что? Ты мне не веришь? Папа, ты просто глухой. Я хотела зайти к тебе, но ты был с Боди, и я не захотела мешать вам. Это все. Ладно. Хочу развестись как можно скорее. Сколько времени это займет? Не знаю, но если Хосе Антонио не будет препятствовать, думаю, месяца два-три. Ты в офис? Если хочешь, я тебя подвезу. Нет, спасибо. Я сначала в клинику. На осмотр. Если увидишь моего сына, передай ему привет и попроси, чтобы он позвонил мне. Да, конечно. Пойдем. Да. Спасибо. Спасибо. Ладно, я пойду. А то опоздаю. Это потому, что ты проспала? Это потому, что я не хочу с тобой расставаться. Пока. Лучше я тебя отвезу. Мне бы не хотелось, чтобы тебя уволили из Мистраля из-за меня. Хорошо. Я изучил завещание Рафаэля Де Ла Торо, и, честно говоря, будет очень трудно его оспорить. Я его просмотрел не один раз. С юридической стороны оно идеально. Не за что зацепиться. Если бы это было легко, я бы к тебе не обратился. Нет, нет, я не отказываюсь. Наоборот, решать твои проблемы – одно из самых больших моих удовольствий. Этого достаточно, чтобы начать работу? Для начала – да. Хочу, чтобы ты сделал все очень быстро. Мне понадобится немного времени и много денег. Ты знаешь, нужно ублажить многих людей, чтобы твое дело продвинулось. Делай, что считаешь необходимым. О деньгах не беспокойся. Одно удовольствие – работать с таким человеком, как ты. Сделаю все возможное, чтобы суд начался через... Три-четыре месяца. Три месяца? Три-четыре месяца. Ты пришел поговорить с Мелагрос? Нет, пришел узнать, как ты. Почти здоров. Я не сдержал слово, папа. Я рассказал Мелагрос правду о Бочеварье. Я знаю. Очень жаль, что ты это сделал. Ты не должен был. Это несправедливо, что она ничего не знает. Я не мог дальше терпеть, что ее обманули. Что Хосе Антонио не сказал ей правды. Что она надеется на примирение. Все равно ты не должен был этого делать. Если Хосе Антонио не рассказал ей... Папа. Папа. Тебе не кажется, что нет ничего хуже лжи и всех этих тайн? Смотри, к чему это привело вас с мамой. Это правда. В этом ты прав. Нельзя скрывать правду. Получается, мы не доверяем человеку, не верим в то, что он может простить, не любим его. Теперь, когда Мелагрос знает, почему Хосе Антонио ее оставил, она сможет начать новую жизнь. Привет. Привет. Привет, Мартин. У меня отличный брат. Спасибо, папа. С вашим ребенком все в порядке. Нет, не стоит делать УЗИ. По крайней мере, сейчас нет необходимости, Мелагрос. Просто мне очень хочется на него посмотреть. Я слышала, что есть такие аппараты, которые позволяют видеть ребенка, как в кино, в трех измерениях. И можно все хорошо рассмотреть. Я понимаю, это очень волнительно, но я вам сказал, сейчас это не нужно. Хорошо, а есть какой-то способ узнать, это девочка или мальчик? Единственный способ – это УЗИ. Нужно подождать немного, Мелагрос. Не стоит спешить. Хорошо. А когда можно сделать УЗИ? Я думаю, что мы могли бы это сделать месяца через три. Я думаю, что мы могли бы это сделать месяца через три. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И, естественно, Хосе Антонио там тоже будет. Извини. Доктор Гибас очень хорошо отзывался о тебе. Просто я становлюсь лучше благодаря тебе. Хочу закончить практику, начать работать, надеюсь заработать денег, хочу стабильности. Вот тогда, тогда мы сможем... Что случилось? Нет, ничего. Ты ее знаешь? Это пациентка, которая проходит тесты. Она умирает. Ей осталось несколько месяцев. Понятно. Я просмотрела эти бумаги. Привет, привет. Привет, братик. Привет. Ты готова? Мы же договаривались вместе перекусить. Помнишь? Извини. Мне нужно в суд подписать бумаги о разводе. Уже все готово? Да, готово. Наконец-то. А ты почему так радуешься? Хочешь, я составлю тебе компанию? Нет, спасибо. Я поеду с твоим папой. 55 килограммов карамели и 55 шоколада. Вы что, глухие? Минус 10 процентов. Алло. Могу я поговорить с сеньором Бенита, пожалуйста? Кто его спрашивает? Подруга Дженнифер. Тебя. Спасибо. Добрый... Не говори ничего и слушай. Это Лукреция. Мне нужно, чтобы ты ко мне приехал. Мы должны поговорить. Конечно. С удовольствием. Кто это Дженнифер? Моя бабушка. Она заболела и просит, чтобы я навестил ее. На следующей неделе у нас две свадьбы и один день рождения. Отлично. Нам уже нужно нанимать людей и расширять бизнес. Да. Кроме того, Росси и Люси уже надоело с нами работать. Особенно Люси. Росси на самом деле приходит работать из-за тебя. Ты ей нравишься. Единственное, что ей нужно, это соблазнить меня. Это все. Это такая игра. Игра в кошки-мышки. И тебе нравится кошка? А мышам нравятся кошки? Что слышно о Хуанита? Он тебе писал? Да. Он мне написал два письма. Но у меня так много работы, что не было времени ответить. А должна была бы ответить. Представь, он один и очень по тебе скучает. Да, я знаю. Но каждый раз мне все труднее отвечать ему. Раньше я ему писала каждый день, а теперь... Синьорита, ваша мама вас разыскивает. Какая именно? Хосе Антонио? Как дела? Нормально, спасибо. Милагрос? Добрый вечер. Ладно, скажу, что мы уже здесь. Извините. Садись. Я постою, спасибо. Спасибо. Как проходит беременность? Уже видно животик. К счастью, все хорошо. Ты не против, если я закурю? Если ты отойдешь, нет. Как дела? Хорошо. Мы все время работаем. Ты должна это сделать. Сегодня такой вечер. Надеюсь, ты не забыла, что сегодня вечером мы уезжаем в Австралию. Я понимаю, что ты не захочешь ехать с нами. Но хотя бы попрощайся с Консуэлой. Ты должна это сделать, дочка. Консуэлла твоя мать. Она тебя очень любит. Она страдает. Она будет счастлива, если ты приедешь ненадолго. Скажешь, что ты ее простила. По ее вине я потеряла ребенка. И любовь все мои жизни. Все готово. Теперь Лукреция Деля Торо вернет себе Мистраль. Как ты можешь быть уверен, что она сделает тебя партнером? Я же тебе сказал, я на ней женюсь. Она тебя использует. Возможно. Она хотела бы, но я сильнее. Я на ней женюсь, и как только это произойдет, мы у нее все заберем. Доверься мне. Как скажете. Зачем это? Чтобы я была в курсе всего, что происходит в доме. Надеюсь, вскоре туда вернутся. Я сохраню все в тайне. Но я думал, что вы меня позвали для... Вы знаете, для другой работы. Кое-кого убрать. Безо. Есть мусор, от которого я хочу избавиться. Но время еще не пришло. Можете на меня рассчитывать. Почему так долго нет, Джерарда? Бюрократия. Они слишком затянули. Тебе настолько неприятно мое присутствие, Миладус? Думаю, что так же, как тебе неприятно мое. В конце концов, мы здесь находимся, чтобы развестись, и никогда больше не видеться. Но это не повод для ссоры. А я и не ссорюсь. Как у тебя дела с Мартином? Я знаю, что вы встречаетесь. А как у тебя с Сандрой? Хорошо. У нас все хорошо. Я рада. Как ребенок? Он уже двигается? Да. Иногда начинает толкаться. Серьезно? Можно мне попробовать? Джерарда мне сказал, что ты отказался от отцовства и любых отношений с моим сыном. Надеюсь, что так и будет. Не забывай об этом. Я просто хотел... Надеюсь, что ты не передумал. Ты согласился с этими условиями? Или ты изменил свое решение? Макарена? Что случилось? Что происходит, Макарена? Мои мамы сегодня вечером уезжают в Австралию. И мне очень больно. Очень больно. Они тебе предложили ехать с ними? Да. Но не в этом дело. Я не хочу ехать. Но подумай, мы уже начинаем зарабатывать, и ты вскоре сможешь поехать к Хуанито. Я не знаю, чего я хочу. Я так запуталась. Что происходит, Макарена? Я думала, что твоя смена закончилась. Ты уходишь? Ты же не хочешь сказать, что вы с Мартином? Нет. Я иду с Бенджамином Муньесом. Что? Опять? Эрика, какие у вас отношения? У нас нет отношений к Клауде. Мы друзья. Мы делимся своими бедами, разговариваем о своих проблемах. Так с этого все и начинается. Клауде. Не волнуйся, Милагрос. Я не изменил свое решение. Я подпишу все, что ты хочешь. Если тебе кажется, что я не должен знать своего ребенка, пусть так и будет. Может, так даже лучше. Я тебя спросил из чистого любопытства. Вот и все. Это будет мальчик. Врач сказания сегодня утром. Маленький мужчина. Я хочу назвать его Рафаэль. Честь дедушки. Рафаэль де ла Торре Варгас. Рафаэль де ла Торре Варгас. Так ты хочешь мне отомстить, Милагрос. Ты дашь нашему сыну имя человека, который убил мою семью. Это ты у нас специалист по мести. Кроме того, я имею право дать ему любое имя. Если ты думаешь, что я делаю это из мести, это твоя проблема. Я тебя не узнаю, Милагрос. Ты стала твердой женщиной. Даже жесткой. Жестокой. Благодаря тебе. Судья нас ожидает. Можем идти. Пойдем. Пойдем. Это все. Ну-ка посмотрим. Послушай, Люси, не хватает анчоусов. И еще, мне кажется, корицы и ванили. Ладно, мы просто забыли. Послушайте, так нельзя относиться к работе. Это не игра. Ты все время приказываешь. Я уволюсь. Хорошо, тебя здесь никто не держит. Что ты о себе возомнил? Думаешь, тебе все можно? Пожалуйста, не ссорьтесь. Хорошо, шеф. Добрый вечер. Проблемы? Тебя никто не просил вмешиваться, Бенита. Как все прошло с бабушкой? Слушай, не приставай. Ты что, ревнуешь к несчастной старушке? По голосу не скажешь, что она старая. В молодости она была певицей, развеши. Я тебе помогу, Паламита. Нет, спасибо, Бенита. Не нужно. Добрый вечер. Добрый вечер. Синьориту Эрику, пожалуйста. Бенджамин. Привет, Мартин. Что ты здесь делаешь? Кто-то заболел? Нет, нет, никто. Я приехал за Эрикой. За Эрикой? Да, хочу пригласить ее на чашечку кофе. Надеюсь, ты не возражаешь? А он не должен возражать. Здравствуй, Бенджамин. Здравствуй. Пойдем? Конечно. До свидания, Мартин. Пока. Прежде чем начать, я должен задать вам один вопрос. Вы готовы развестись? Мой долг попробовать переубедить вас. Государство защищает семью. Особенно в вашем случае, ведь вы ожидаете ребенка. Даже если одна из сторон объявит о своем несогласии, развода не будет. Обратите внимание на этот документ. Учитывая, что обе стороны согласны, сделайте одолжение и внимательно прочитайте этот документ. Очень внимательно. Привет. А где сюрприз? Как это где сюрприз? Я сюрприз. Какой замечательный сюрприз. Большое спасибо. Пока. Подожди, подожди. Что с тобой? Может, ты хочешь, чтобы я тебя куда-нибудь пригласил? Кроме того, сегодня я весь день провел в постели, думая о тебе. Только о тебе. Гринго, быть этого не может. Ты же не умеешь думать. Ты мне нравишься, Фернандо. Послушай, давай выясним все. То, что мы несколько раз переспали, не дает тебе права приезжать сюда и отрывать меня от работы. Когда я захочу тебя увидеть, я тебе обязательно... Хорошо, хорошо, замечательно. Не надо со мной так разговаривать. Пойду проведаю твою младшую сестру. Убирайся. Несчастный недоумок. Вы согласны со всем в этом документе о разводе? Синь, да. Синь, да. В таком случае вы должны его подписать и завершить ваши супружеские отношения. Подписывайтесь здесь, на всех страницах. И тут. round the 조금 за разводы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok